И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. А это к чему сказано, как вы думаете? И сегодня нам очень много вызовов готовит современность, и в том числе и христианский мир. Возникает в последнее время очень много вопросов. У меня самого, у людей, которые задают мне вопросы, и я задаю людям те же самые вопросы, в том числе и таким же служителям, как и я в церкви. Что меняется в нашем мире, что меняется в нашей церкви? И то, что происходит на наших глазах, не всегда очень радует. И я хотел бы вам предложить некоторые такие моменты, которые я бы хотел обсудить с вами и посмотреть, что так не должно быть в адвентийской церкви, в том числе и в моей вашей жизни. Это второе послание Коринфянам, глава 6, стих 16, если я не ошибаюсь, сейчас мы прочитаем. «Какая совместность храма Божья с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И вот 17-й текст, вот когда я пришел в 90-е годы сюда на Ямскую, я очень часто в проповедях его слышал, чем особенно адвентийское движение, что оно не относится к экуменическому христианскому миру, которого в принципе тогда еще не было, экуменизм только зарождался. Ну он имел определенные предпосылки, но такого, как сейчас, в таком масштабе, его не существовало. Хотя он уже в 90-е годы, можно сказать, первый экуменический собор в Осизе произошел в 1985 году, на нем председательствовал Папа Римский Иоанн Павел II. И вот 17-й текст. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Мы не должны быть врагами людям и окружающим нас. Мы должны с ними близко общаться, дружить с этими людьми, быть добрыми по отношению к ним, открывать им любовь к Христову. Но в чем мы не должны сообщаться? Здесь как написано? «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». И каково служение Богу совместно с кем? С идолами. То есть вот этого не должно быть в жизни христианина. То есть нарушение конкретных библейских принципов и истины. Вы знаете, в последнее время начинаешь замечать такие интересные тенденции. 23-й год очень много подарил интересных видео касательно, к сожалению, и нашей церкви. Хотел бы прочитать вот это, почему я задавал вопрос Елене Вайд вначале. Это выдержка из великой борьбы. Она известна каждому из нас. Протестанты Соединенных Штатов Америки первыми через пропасть протянут руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима. И в попрание свобод совести. Великая борьба, страница 588. Когда протестантизм протянет руку через пропасть и поддаст ее римской власти, когда он построит, положит мост через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна не спровергнет все принципы своей конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов правления, а также создаст все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приближается время чудотворных действий сатаны и близок конец всему. Свидетельство для церкви, том 5, страница 451. Это было сказано за 150 лет до наших с вами дней. В протестантской Америке того времени папство было в очень небольшом почете. Тогда на папском престоле сидел Пи-9, его ненавидел весь протестантский мир. Этот человек, который ненавидел свободу слова, говорил, что это ужасная ересь, в Великой Борьбе об этом все написано. И вот, казалось бы, многие протестанты тогда Елене Вайт показывали, что у нее не совсем хорошо с чем? С умом и восприятием мира. Потому что все видели, что в Америке очень сильно против папской власти и против папы вообще как такового, ну и против папских принципов церкви. Протестантская страна. Никто и подумать не мог о тех событиях, которые происходят сегодня. 150 лет прошло, и сегодня мы можем сказать, что протестантизм как таковой практически умер. Есть даже такая проповедь, называется «Смерть протестантизма». И вот когда на собрании протестантов служитель англиканской церкви Палмер сказал, что протест исчерпан, мы точно так же, как католики, верим в оправдание по вере через Христа, поэтому Лютер немножко ошибался. Он был такой вздорный монах. И сейчас уже это не актуально. Но вы знаете, если посмотреть катехизис этой церкви, он ничем не изменился. Точно так же он проповедует, что католическая церковь является матерью всех церквей и так далее и тому подобное. К чему я это все говорю? Вы знаете, я получил это видео из-за границы. Я его не видел в 2023 году. И оно проходило в нашем институте УГИ, где собралась вся страна христианская для того, чтобы помолиться за Украину, за ее беду, за то, чтобы быстрее окончилась война, за то, чтобы Бог сжалился над нашим народом. И множество молитв было прекрасных. И выступление многих людей было прекрасно. Но в то же самое время, знаете, в нашем учебном заведении молились на иных языках. Причем я был сам свидетель. К сожалению, мне не удастся все, что хотелось бы сказать. Времени уже мало, я смотрю. Но я сам был свидетель, как работают эти ложные языки. Потому что вначале я ходил в такие церкви, когда искал Господа, и уже окончательно в 1993 году очутился здесь, в этой церкви. Я видел, как люди разочаровываются, когда они видят ложное исцеление, хотят исцелиться, приезжают на инвалидных колясках, им рассказывают, что всех подымет Христос. А они не встают. И потом с моим другом Володей мы посещали нашу сестру в больнице, подошли к такой девушке, которая сидела на инвалидной коляске, и начали ей проповедовать. Она говорит, не, ребята, хватит. Мне обещали, что я приеду в дворец спорта, и Бог меня подымет, но я не встал. Ей никто не сказал, что апостол Павел три раза молился, чтобы Господь исцелил его, но Бог ему сказал, достаточно благодати твоей, что есть самое главное, это воля Божья. А воля человеческая, она здесь не котируется. И знаете, когда в нашем учебном заведении протестантский пастырь молился и начал говорить, с этого момента только перемога для украинских войск. Боже наш, великий и всемогутний, Дух Святий, мы верим в твою присутность на этом городе. И мы верим, что каждый уста ты наповнюешь сейчас силой молитвы. Поэтому мы просим о тебе, действуй сейчас через наши молитвы. И я очень прошу тебя, Господь, благослови наших воинов, благослови наших генералов, благослови всех командиров воинских. Боже, Дух Святий, ты обеспечишь их всем нужным для перемоги. Ты даешь им силу, ты даешь им владу, ты даешь им перемогу в их сердцах. Боже, благослови, Дух Святий, мы верим в твою силу и твою могутность. И мы очень просим о тебе, нехай сейчас, там, где закончится наступ, Боже, будет твоя сила, будет твоя могутность. Боже, нехай наши воинства воюют за Парижскую область. Боже, Херсонскую область, Крим. Нехай наши воинства воюют Донеччину и Луганщину. Дух Святий, мы верим в твою силу. Мы верим в твою деятельность. Мы верим в твою допомогу в имя Иисуса Христа. Боже, и нехай в этих боях наши воинства возьмут столько полоненных, чтобы мы могли обменивать всех наших хлопцев и девочек, чтобы они все вернулись домой. Боже, живи, неушкоджені. Мы молимся за всех поранених, Боже, от нових, от нових. Боже, вклади в их сердце сенс життя. Дай им силу, допоможи им. Мы верим, Боже, в то, что ты будешь діяти могутно, с великой силой. И нехай завершится над врагом, над супостатом цей суд писаний, який проголошен в твоем слове. Боже, нехай він буде здійснений в имя Иисуса Христа, чтобы мы увидели великую перемогу, чтобы мы увидели великое лекование нашего народа на всех площадях, на всех Майданах. Боже, благослови. А мы обещаем тебе, что мы будем приносить тебе славу, хвалу. Мы будем давать тебе подяку за те, что ты Бог, который вышел вместе с нами на эту войну. И ты показал свою силу и славу всему народу. Боже, дякуймо тобі, величаймо тебе, славимо тебе. Боже, благослови наших воинів, збережи їх, вів'я Иисуса. Дай мудрість нашому керівництву. Нехай душа кожного солдата буде дорогою в їх серцях, в їх думках. Боже, нехай вони будуть збережені. И еще, Господи, дай нам все-таки F-16 и далекобийные ракеты. В имя Иисуса Христа, мій. И я молюсь, чтобы ты послал свой огонь сьогодні для перемоги над ворогом. Господи, нехай твій небесный огонь впаде, чтобы прогнати ворога з нашої земли. Батько, в имя Иисуса, прояви свою силу. Пошли свій огонь з небеса чтобы збалити все зле, чтобы зруйнувати ворога и принести перемогу в цей народ. В имя Иисуса. И я очень важливым находжу, что когда мы сьогодні тут зібрались для молитвы, ваши войскови готовятся для финальной битвы. Да, до финальной битвы, которая погонит ворога с нашей земли. И сьогодні молитва також буде звільняти ваш народ. Приди и воюй за цей народ. Воюй за Украину. Зильни Украину своєю силою. Благослови військових. Благослови президента. Благослови каждого члена Его команды. Дай нам духовную силу, Господи. Дай нам силу и в огонь. В имя Иисуса. И Господи, с сегодняшнего дня, с 10-го червня, нехай ця армия не побачить жодної поразки. И побачимо скоро твою победу. Украина. Библия говорит. Бог не залишит тебе. Ни не знищит тебе. А в англійське кажутся, не дозволит тебе бути знищеним. Аминь, це з Библии, друзі. Бог не позволит вам бути знищеним. Він не забудет тебе. И не забудет заповіту батьків твоих. И я вам могу сказать зараз, Бог уже оголосил перемогу тут, в Украине. Да. Я верю, що це є обітницею Божої. Це сила Божа. Ми знов з вами зустрінемося. І ми вже готуємося до святкування перемоги. Я пам'ятаю, як я молився. Я сказав, о Бог. Біблія каже, що ти є Бог війни. Да. Читайте. Бог є Бог воїн з небесних. О Бог, пошли свою божествену силу. Дай армії ту зброю, яка армія потребує. Дай їм силу. Дай їм божественну владу. Тому що вони йдуть в ім'я Твоє. Ця армія буде переможною армією. Ми молимося за перемогу. Ми беремо перемогу. В ім'я Ісуса. Ми проголошуємо, що ми не приймаємо паразки. І ніколи не будемо у паразці. І в ім'я Ісуса. Ми виктори. Ми проголошуємо перемогу. Дай нам ту перемогу, Господь. О Бог, перемогу над ворогом, Господь. Прожили ворогів нашої землі. І ми маємо у керівній цікаві. Продолжение следует... Мы хотим отцвяткувать Пентякос. Да, давайте! В имя Иисуса! Давайте! Давай, Господь! Дай нам перемогу! Мы хотим отцвяткувать Твою силу, Божию! В имя Иисуса! Аминь! Знаете, я вспомнил библейскую историю о походе Ахава и Иосафата в Рамов Галаадский. И вот Ахав предлагает царю, который служил Богу, получил огромное благословение, идти сражаться против Египта. А тот говорит, а у тебя есть пророки? Он говорит, да пожалуйста, сколько хочешь. Они все пришли и рассказали, что пойдешь и победишь. И вот это было действие, похоже на то же самое. Скажите, наши воины, которые сегодня воюют на передовой, они все одерживают победу или там никто не гибнет вообще? Что это за фарс? А точно так же, как другой проповедник рассказывал, Господи, дай им атакамсы. Пошли на МФ-16. Вы представляете себе Христа, который молится сам лично во время того, как римляне царствуют в Иерусалиме. Они захватчики. И тут Христос молится, Господи, отдай зилотам катапульты, пусть римлян забросают. Или он сказал, царство мое не от мира сего. Как выглядит наш Божий народ? Это отдельное царство? Или это именно украинцы, это Божий народ? Или россияне, японцы, американцы? Кто это такие? Это духовные Израили, рассеянные по всему лицу земли, живущие по принципам закона Божия. И знаете, когда наш служитель выступил там и сказал, он правильные вещи говорил, что надо обращать внимание на закон Божий, что только через покаяние Бог может на народ обратить внимание. Но после вот этого шабаша, который там прозвучал, скажите, его кто-то услышал? Там вышел другой проповедник и сказал, разом нас богато, нас не подолад. И весь зал начал хлопать и орать. И был, а можете посмотреть, это не мои слова. И как на Величука отреагировало то сборище людей, которое там находилось. Ну так такие жидкие аплодисменты. Его никто не услышал. А мы со своей стороны должны были сказать несколько другое. Во-первых, не приглашать этот Вавилон в наше учебное заведение. А во-вторых, когда мы участвовали в Дворце спорта, мы имели такую возможность туда прийти, высказать свое слово и уйти. И не пачкаться Вавилоном. Второй момент. Меня разочаровало очень сильно то, что я увидел на генеральной конференции. Я знаю, многие скажут мне, ай-яй-яй, но пора уже об этом говорить. Знаете, когда в конце генеральной конференции вносят флаги государств, которых мы проповедуем трехангельскую весть. И там флаг Ватикана. Вот как вы себе представляете, положа руку на сердце, без лукавства, как вы будете проповедовать в Ватикане трехангельскую весть? То есть это имеется в виду, что вы какие-то программы там проведете, библейские курсы проведете. Не, ну частный контакт с какими-то людьми у вас может быть. Безусловно, кому-то вы можете засвидетельствовать. Ну а реально, ну это ли это лицемерие конкретное? Я благодарен пастырю, который говорил в проповеди о свободе слова. И вот он, казалось бы, должен отвечать за эту свободу слова и свободу вероисповедания. И наша церковь этим славилась. Почему? Потому что такой проповедник, как Джонсон, в 1888 году, он написал письмо в Конгресс Соединенных Штатов Америки, когда государство притесняло церковь, введя так называемые голубые или синие законы воскресного дня. И Джонсон так убедительно под воздействием Святого Духа написал это письмо, что Конгресс, прочитав его, понял, не, Конституцию нарушать мы не будем, отменяем воскресные законы. Вот это было адвентийское, конкретное действие на то, чтобы народ покаялся и принял настоящую истину. И вот это была наша церковь, которая несла особую весть миру. А Гомундиап, вот посмотрите, как он присутствует в Индии на межконфессиональной конференции, где молятся иным богам. Вы представляете себе вот Илья на месте Гомундиапа, чтобы он молился ну немножко валу и немножко Богу. Я не представляю, например. Но это конкретное видео, это видеоматериал, его нельзя выбросить. А потом другие проповедники начинают его оправдывать. Да я обниму Гомундиап, он правильно делает, он такие вещи совершает. Какие? Это был духовный подвиг помолиться матери земли и за спиной, когда у него стоял статуя вишны золотая. Класс. Священное Писание выйдите из среды их и отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. Хотите быть христианами? Проповедуйте чистую истину. Проповедуйте Иисуса Христа не только распятого, но вновь в грядущего, воскресшего и в сердце которого закон Божий. В том числе и четвертая заповедь. И в завершении наших размышлений я хочу предложить вам посмотреть, что творится сейчас в мире и что нам предлагают. Как хитро все это работает. Помните, как в 11 главе послания к евреям? Как они себя считали странниками и пришельцами, которые ищут небесного Иерусалима, потому что у них нет родины здесь на этой земле греховной. в 23-м году появился такой клуб во главе с Франциском Первым и клуб по развитию инклюзивного капитализма. Возглавляет его Франциск Первый Папа Римский и 27 стражей. Это вот буквально 10 лет назад, где-то в 13-м году швейцарские математики посчитали 500 самых таких серьезных компаний бизнесовых, которые в мире существуют. Со всех их филиалами и в конечном итоге выделили ядро из 147. А потом из этих 147 27 ведущих банков и компаний. И вот этот клуб как раз возглавляет Франциск Первый. И это тем нашим проповедникам, которые часто по телевизору и в средствах интернета начинают рассказывать, что папство на сегодняшний день не имеет никаких экономических рычагов. Скажите, в 2015 году кто выступил в Конгрессе Соединенных Штатов Америки? Франциск Первый. А покажите мне хотя бы еще одного религиозного лидера, который бы туда пробрался и имел бы такой вес. И все газеты того времени так и писали «Папа-президент мира». Ну, американские газеты. И вот сегодня он возглавляет вот этот клуб, который Линде Форрестер-Ротшильд главный там фронтмен, ну, она женщина, но можно так назвать, она куратор этого клуба, по строительству инклюзивного капитализма. А инклюзивный капитализм это тогда, когда нет ни у кого частной собственности, кроме воротил этого мира. и все называются стейкхолдерами, это участники бизнес-процессов вторичного уровня. И выступил на этом же Давосском форуме, недавно, вот посмотрите, есть в интернете это видео, президент Аргентины, и он назвал себя либертарианцем. Это люди, которые стоят за религиозную, за свободу частной собственности, вот старые такие капиталистические столпы. И вот мир борется между инклюзивным капитализмом, либертарианством, потом новой общей мировой религией и построением инклюзивного капитализма. Представьте себе, вот только четыре варианта нового мирового порядка. А благодаря нашей войне, вы же видели, как Байнен выступил, мы строим новый мировой порядок. Последнее время американский президент заявлял об этом только Буш-старший. Больше никто себе не позволял этого сделать. Но вот сейчас это опять прозвучало. То есть все эти события говорят нам о чем? Христос близко при дверях. У нашего народа одна конкретная миссия рассказать миру, кто является конкретным зверем, кто является Вавилоном. И мы это знаем хорошо по пророчествам Данила и Откровения. Но почему-то позволяем себе в среде этих людей первый раз у меня такая мысль возникла еще на праздновании Р-500, когда я открыл наш адвентистский журнал и увидел, когда Носов стоит, проповедует на общей сцене и сзади него стоит Иезуит. Ну, представьте себе, это последнее, что я скажу в этой проповеди. Человек, который клянется, что он будет варить в котлах, расчленять этих протестантов, страшных еретиков, из-за того, что они не дают папству процветать и власти папы, он стоит сзади проповедника протестантской церкви, который рассказывает, что он празднует 500 лет 95 тезисов Лютера. Ну, это же фарс, братья и сестры. Хотелось бы, чтобы мы вернулись в ту чистоту адвентизма христианской адвентистской церкви апостольских времен, с которой мы начинали. Вот я, когда пришел в церковь на Ямскую 70, уже побывал в православии, в различных других протестантских церквях, харизматических, пятидесятнических, и увидел то, что есть в адвентизме, и прочитал, вот тут так написано, нету другого, написано вот так, как в Библии, и больше нет ничего. Вот это вот было для меня самой фундаментальной истиной. И остается по сей день. И я надеюсь, что для вас тоже. Пусть Господь поможет нам веровать в то, что спасение только во Христе, его нету ни в какой церкви. Мы только можем проповедовать о Нем, а спасаемся мы через Иисуса Христа и через Его истинную Слово. И выйдите из среды их и отделитесь. И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, говорит Господь. Аминь. 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 Аминь.